Будем делиться фишками в работе, какими-то нашими новыми наработками. Будет круто, если сегодняшний вебинар будет проходить в режиме общения, чтобы это был не только наш монолог-диалог. Задавайте вопросы, будем отвечать на них. Сегодняшняя наша тема. Нас попросили рассказать нашу историю успеха, как мы начинали, как сделали свой результат. Начну с того, что в Арифлейме на сегодняшний день мы работаем уже 4,5 года. И приходили мы сюда, учась в университете на четвертом курсе, будучи студентами инженерно-геодезического факультета у нас в Полоцке. Кто-нибудь вообще такую профессию знает, инженер-геодезист? И что эти люди делают? А есть, скажите, студенты здесь, кто начинал работать или начинает, когда вы были студентами? Приходили в Арифлейме кто-нибудь, кроме нас, студенты? Поставьте плюсики, пожалуйста. Вообще студенты довольно активная часть населения, да, страны, которая двигает все вперед. Поэтому, я думаю, такие, конечно, есть. Знаем, есть. Да, хорошо. На самом деле, когда мы приходили в Арифлейм, это было неосознанно. Мы, в принципе, люди, которые были открыты для новых разных возможностей. Но в Арифлейм я была, если честно, настроена негативно, когда приходила, потому что, ну, не было у меня какой-то веры в то, что здесь есть деньги. Ну, как-то Арифлейм мне казалось, что это все несерьезно, надо что-то ходить, распространять, да. Ну, так сложилось, что когда мы учились на четвертом курсе, Леша подрабатывал, зарабатывал деньги, мы встречались на тот момент уже, наверное, два года. И ему просто надо было меня куда-то отправить. Я работал по вечерам после университета продавцом в торговом центре, да, в райете работал. То есть после школы сразу, после университета сразу бежал, работал. Естественно, вечером, ну, не получалось постоянно гулять, а Оля требовала к себе внимания. И я по принципу слышал, что где-то в Арифлейм вечно там они все заняты, бегают, чем-то там общаются. То есть я решила отправить туда свою девушку. У нас, ну, обычно же ситуации бывают какие, что девушки приходят, да, мужья против. Вот у меня ситуация была в корне обратная, потому что муж меня отправил в Арифлейм, я очень долго упиралась, не хотела сюда идти, потому что думала, что это все несерьезно. Я, ну, учились мы на геодезическом факультете, в принципе, специально свою я выбирала осознанно и собиралась работать только в этой сфере. Поэтому, когда пришла в Арифлейм, первое, что я сказала, что хорошо, давайте попробую там ваш бизнес, что вы там мне говорите. Время вроде есть. Конечно, карманы денег каких-то хотелось, чтобы было. Говорю, ну, давайте так, учебу мою не трогайте. Через два месяца я уже в распределении в другой город, в Минск, поэтому летом я, скорее всего, работать не буду. Поэтому фитнес тоже мой не трогайте, он после учебы у меня тоже святое, поэтому, ну, три раза в неделю я буду приходить на пару часов. Я очень благодарна моим спонсорам, что они оказались мудрыми и, ну, сказали, да, окей, хорошо, давай так ты будешь приходить. Потому что, когда начали работать, начали появляться первые люди, действительно увидела уже здесь серьезность, то, что в Арифлейм действительно есть деньги. Тогда, конечно, приоритеты уже поменялись и, ну, пришлось уже от некоторых вещей отказаться. От фитнеса пришлось отказаться, потом от учебы немного. Это представляете себе такую картину? Приходит к вам на встречу партнер и говорит, так, ну, со своим Арифлеймом ладно, я так уж и быть попробую, но не трогайте ни мое хобби, ни мою работу, я люблю свою профессию. И ваш Арифлейм – это так, развлечение для меня. Вот с таким человеком начать работать – это тоже надо, ну, большая выдержка, большое спокойствие, за что мы благодарны нашим спонсорам. В Арифлейм, скорее, я приходила все-таки на человека, да, потому что это была знакомая девушка, которая меня затепила, да, пригласила в Арифлейм. Поэтому, если это был бы кто-то другой, навряд ли бы я пришла. Было очень интересно начинать работать, начали какие-то тусовки, мероприятия, как-то вот все закрутилось, и первый наш уровень, 3%, мы сделали, наверное, через 2 месяца. Вообще, тоже такой очень интересный момент, что для начала, когда пришла в Арифлейм, я, Леша, ну, меня сюда отправлял. А потом, когда начали первые результаты получаться, Леша стал против Арифлейм. Тут сработала стандартная ситуация, как обычно, ну, да, может, я себя веду. Леша, расскажи немножко. Ну, как это так? Я такой занятый деловой человек, студент, со своими карманными деньгами зарабатываю, да, работая где-то там продавцом, это же настолько круто студенту, да, устроиться. Вот, и у меня получается вдруг найти свободное время, сводить девушку куда-то в кафе, или приезжая к ней даже в гости, такие ситуации были. Она, подожди, подожди, еще минутку, мне надо уточнить на завтра там встречи, мне нужно с партнером связаться, рассказать, ну, естественно, у меня начало это вызывать негодование, и я, ну, всячески препятствовать начал ей. Ну, Оля девушка очень мудрая, она решила, что меня из врага нужно сделать не просто нейтральным, а союзником своим. И у нас начался такой период, месяц рисования кружков. Что это значит? Это значит, на всех лекциях мы сидели вместе с Олей, и она мне рисовала кружки и рассказывала суть бизнеса. Я каждый раз фыркал, отворачивался, а она начинала заново их рисовать, настойчиво, нет, говорит, дорогой, ты не понял, вот смотри, и пришел, два твоих друга придут, вы будете просто пользоваться этой продукцией, а они приведут еще два друга. И вот это вот было мне целый месяц настойчиво так все. Да, поэтому, наверное, одним из самых важных дел, которые нужно сделать в рецепт, когда вы приходите, это, наверное, принять решение хотя бы попробовать. Потому что без принятия решения, в принципе, ничего невозможно. Меня очень сильно мотивировало, конечно, я сейчас шучу, там, да, что не было огромного желания было, потому что желание зарабатывать было. Я не понимаю тех ребят, студентов, которые живут, там, сидят на шее у родителей, и которым ничего не надо, потому что я, ну, меня это напрягало. У меня была стипендия, сколько, наверное, долларов тридцать, да, на сегодняшний момент. И очень хотела себя обеспечивать, покупать какие-то вещи, да, элементарные. Может быть, не было каких-то целей глобальных в плане покупки квартиры, покупки машины тогда. Но сработал такой момент, блин, а почему, если у кого-то получается, почему у меня не получится? Мы начали работать, смотрите, были первые рабочие будни, да, вот на фото показано, как, в принципе, вот такие вот мы приходили в Арифлейн. Проходили первые мероприятия, первый мегафорум был вообще крутой, незабываемый, потому что увидели тогда масштаб в компании, поняли, ну, что здесь действительно есть деньги, есть результат. Если помните, этот мегафорум, он длился с 11 утра до 7 вечера, 8 часов в аномальную жару летом. Наверное, градусов 36 тогда было, это было до 4 назад. И это было незабываемое ощущение сидеть в 8 часов в помещении, но, представляете, было нам настолько интересно, нас настолько это вдохновило, что мы просто, были такие моменты, дослушиваем какого-нибудь спикера, вот сейчас исходим, наконец-то в туалет, да, или водички попить, все, спикер заканчивается, мы только встаем, ой, нет, еще кто-то интересный, надо еще подождать, еще потерпим. И вот так вот 8 часов этого мегафорума. Были, естественно, и первые победы. На фото вот справа наши спонсоры Сергей и Лариса Ботян, Вика Штукаевна, это девушка вот, которая нас непосредственно пригласила в бизнес, на тот момент она училась даже в университете, тоже была младше нас, тоже сейчас директор. На фото справа я награждаюсь со своим первым уровнем, 3% тоже местное мероприятие у нас в городе. Поэтому, что меня тут купило? А вдруг все, что они говорят, правда. Вот у кого-нибудь были такие еще, поставьте моменты, что вот, ну, вы приходили и вообще не верили. Были такие ситуации? Вот я, если честно, я не верила тоже. Про то, что мне говорили, что там какие-то огромные чеки, там машины дарят, квартира. У меня, ну, не было такой веры абсолютно. И я помню свой, я очень вот запомнила тот момент, когда первый раз пришла после первой встречи от своего спонсора домой. Я, ну, решила, естественно, поделиться с мамой. Говорю, мам, ну, такая возможность, я тогда жила с ней. Говорит, давай я попробую, вдруг у меня получится, вдруг реально правда. Ну, естественно, мама начала меня отговаривать. Ну, говорит, ну, а что там, вряд ли у тебя что-то получится, да. Я помню вот, ну, свою веру тогда, что, говорю, блин, а вот если это так, представь, если я действительно стану директором, если я тоже буду, как вот те успешные люди. Мне очень хотелось быть причастной к этому кругу людей. И все получилось. Смотрите, вообще, мы изначально, такая пара была довольно активная. То есть, вот я сейчас смотрю, и когда ко мне на встречи приходят студенты, мы, я знаю, некоторые лидеры вот абсолютно против, там, чтобы с такой возрастной категорией, как студенты, работать. Кто-то наоборот только со студентами работает. Мы довольно серьезно относимся к студентам, к их мышлению, к их взглядам, да, к их позициям. Мы очень часто сталкиваемся с таким, что, ну, студент, ну, кажется, закончит университет, у него такая специальность, целый мир открыт, а потом оказывается все наоборот. Вот мы начали анализировать эту ситуацию уже вот в будущем четвертом курсе, и, как говорится, реклайн приходит именно тогда, когда его ждешь, да, когда он нужен. Мы искали возможности, мы искали возможности заработка, потому что мы понимали, что по профессии, да, у нас как бы неплохие заработки на стройках. Мужчины получают, если не в столице работать, а так в областных центрах, 6-7-8 миллионов, девочки в районе 4-5, что, ну, не совсем плохо. Но мы понимали, что на такие деньги надо постоянно работать на улице в любую погоду, постоянно ограничен своим доходом, и на эти деньги не сможешь ни путешествовать, ни купить себе ничего. То есть будешь жить ограниченно вот этой вот не очень большой зарплатой. Мы были в поиске. И в Реплеем, как, ну, мы всегда смеемся на встречах, ребятам рассказываем, мы пришли за шведской стипендией. Мы не верили изначально, но как бы решили, ну, а вдруг это правда, попробуем. Вот, и я всегда смеялся, Оля получала стипендию, а я не получал. Я как раз из тех людей, про которых шутят, мне одного балла при поступлении не хватило на бесплатное. Вот, и я говорил, слушай, ну, как-то нечестно, давай, наверное, вставим все, ты будешь получать стипендию от государства, а я буду от шведской компании стипендию 500 тысяч получать. У нас такая установка, да, в голове была, наверное, поэтому у нас так и получалось. Не быстрый у нас рост изначально был. Первый наш уровень, вообще, мне кажется, что любое развитие проходит через этапы, да, никогда не бывает роста линейного, что вот вы пришли, да, ваша начальная точка, и вот ваша конечная точка, и вы так по прямой, знаете, идете. Всегда бывают взлеты, бывают падения, да, это нормально. Первый наш уровень, мы просто очень медленно росли. Были сложности, мы работали каждый день, после университета мы приходили, мы работали в субботу, мы работали в воскресенье, у нас не было выходных, в принципе, вообще. И за первые полгода мы с Лешей работой R2 сделали уровень 9%. Как вы считаете, вы быстрый рост или медленный? Для кого как? Кто быстрее рост, кто медленнее? Нам кажется, что это очень медленный рост сейчас. Но нас тогда поддержали, наши спонсоры тоже сказали, что, ну, каждому дереву, да, свой рост, бамбук, как, сначала растет там сантиметры за год, а потом мух дает результат. Поэтому, естественно, нам это не нравилось. Нам это не нравилось, потому что мы хотели, мы приходили с ожиданием каким. Мы сейчас начнем работать, будем пахать, и за первые полгода мы уже директорами здесь будем. А что по факту? Первые полгода мы отпахали, уровень 9%. Круто? Совсем не круто. Конечно, хотелось больше. Поэтому начали искать какие-то варианты, начали развиваться. Здесь начали первые сложности у нас, потому что на 9% так сложилось, нам пришлось вдвоем снимать с Лешей опус. Много, много сейчас 9%-никам часто так и бывает, что 9%-ник решил работать как-то по-своему и пошел открыл свой офис. Мы были непростые ребята такие, очень, ну, нам не нравилась система во многом, да, работа. У нас, знаете, просто получилось такое непонимание. В университете мы, как бы, очень хорошо учились, то есть постоянно участвовали в каких-то научных выставках, презентациях, мы выступали. Деньги и до Элифлейма я, как бы, неплохие зарабатывал, и Оля такая трудоспособная, курсовые делала, ну, как любой студент там подрабатывала, да. И мы пришли, мы были уверены, ну, что тут директор, сейчас ломанем, и все сделается. Вот, и тут, получается, полгода отработали, вышли на доход 500 тысяч. Вот себе раз. Мы решили работать по-своему, сняли свой офис. Имея с этого, мы с Реплеймом 500 тысяч, доход плюс стипендия, ну, могу сказать, что это было непросто, и вот тогда действительно начал рост, когда нас действительно прижало. Первые уроки, которые мы вынесли через вот эти полгода, и, в принципе, я сейчас этим всем пользуюсь, очень крутые. Первое, ну, это в начале, когда, да, люди приходят, не отвергать сразу, если думаешь, что это не работает, потому что, а вдруг это работает, да, откуда ты вообще знаешь. Не отвергать сразу, если не знаешь, как это сделать, и не бросать, пока не будет явного положительного или явного отрицательного результата. То есть на любой результат, в любом случае, нужно время. После уровня 9% начался наш новый этап, когда мы действительно, ну, начали уже делать другие действия, начали расти. Первое правило, которое мы всегда следовали с самого первого момента, это постоянное обучение. И здесь мы, когда только начали работать, нам сбросили спонсоры презентацию Колтона, где он говорил, что обучаться нужно у тех, кто уже достиг того, чего ты еще только собираешься достичь. Мы это правило уже знали, как бы до этого, ну, откуда-то нам это было, правда, знакомо. И мы обучали, у нас было постоянное обучение, это правило, которое мы сейчас стараемся привязать всем нашим партнерам, показать, ну, важность этого всего. Потому что за все свое время, сколько мы здесь работаем, мы не пропустили ни одной спонсорской школы, ни одного мероприятия. И все мероприятия масштабные от компании мы тоже всегда обязательно посещаем. То есть это даже поездки в Минск на школу актива, то есть даже такого плана у нас есть опыт, да. Следующий этап, что у нас произошло. Мы засели на 9%, немножко расстроились, открыли свой офис и начали работать. Нас как это, петух ужалил, укусил за одно место, начали работать. И в итоге мы делаем 15% за буквально два каталога. С 9 на 15 таким вот рывком. В ноябре мы зарегистрировались, наверное, где-то в марте, начали работать. Оля там первая присматривалась, потом пришел я, начали работать. В сентябре вышли на 9%, а в ноябре мы сделали 15%. То есть, ну, такой рывок, прям результат-результат. Но знаете, вот эти 15% мы вообще, у нас такое есть правило, мы постоянно обучаемся на своих действиях. То есть ни одно действие мы не делаем впустую. У меня иногда такое бывает, уходит партнер, на которого, ну, вложил столько сил, и кажется в какой-то момент, ой, как жалко, блин, я столько времени на него потратил, лучше бы я вот работал с кем-то другим. На самом деле это не так. Если постоянно обучаться, выносить какие-то уроки из ваших действий, из своих действий, что делаешь, то ничего не зря. И вот сейчас, анализируя 15%, мы понимаем, что тогда мы выскочили на него на таком голом энтузиазме. То есть, мы двое, ну да, кто-то появлялись, какие-то люди в команде, там, молодежь, не молодежь, разного возраста, но как-то вот никого такого костяка команды не зацепилось. То есть, 15% мы открывали вдвоем, и много-много вокруг нас консультантов, грубо говоря, было. Энергии было полно, энтузиазма было полно, но мы четко понимали, открыв этот, сделав этот уровень, что дальше у нас не получается. Мы и так, и эдак пробуем, и все равно 15%, там, 3 тысячи, 3 500, 4, опять 3 500. То есть, болтаемся на одном месте. И мы сделали для себя вывод, что дальше, чтобы нам двигаться, нужна команда. То есть, без команды никак. Как раз в это время мы посещаем мероприятия, так, сейчас вот открою следующий слайд. Это очень радостный. 15% такой, вот я волосатенький, молодой. Вот, на сцене Винска, поздравляемся, ну, очень радостный. Для нас это было такое серьезное уже достижение. Мы опять поверили в свои силы, хотя на секунду были, разозлились и уже расстроились, что что-то у нас... Ну, на самом деле, за вот все время, сколько мы в Арифлее, ни разу не было такого, чтобы у нас было желание уйти, да? Сколько бы сложностей не было. Даже мы... Мы даже ни разу это не обсуждали, что мы сдадимся, и что-то у нас не получится. Да, и, получается, начали расти, начали приглашать людей уже серьезно, строить команду, но мы не начали сразу расти. Наверное, потому что мы, может быть, где-то не умели разбираться в людях, хотя как раз именно после того, как мы открыли 15% мы посетили тренинг двухдневный Вадима Воловика. Поставьте плюс, кто был, кто знает вообще, кто это такой Вадим Воловик. И это как раз была тема команда и командообразования. Очень мощный тренинг. О, да, много людей знает. Вот, очень мощный тренинг. Мы его посетили, мы начали строить команду, приглашать людей, но люди как-то, знаете, не цеплялись. Появлялись, делали 9%, делали даже 12% очень быстро, но мы все равно болтались на 15%. И результат почему-то не получался. Так прошло полгода, и есть у нас такой период, два месяца было. Май, июнь и чуть-чуть июль. Сейчас расскажу, чем это было интересно. У вас были такие случаи, что к вам приходит человек, вы ему говорите, ты ему говоришь, класс, супер, давай работать, я тебе дам готовый инструмент, я тебя обучу этому бизнесу, покажу, как он работает. Он говорит, мы вместе с тобой будем делать результат, ты не один, давай сегодня составляй список, давай завтра переходи в назначенное время, и мы будем с тобой работать. Он говорит, блин, я бы за, мне все классно, но знаешь, мне сейчас в квартире ремонт. Я спрашиваю, что значит ремонт? Ну, ремонт, я не могу. Или, знаешь, я тут на курсы записался, сейчас вот курсы там закончатся и приду к тебе. Или, извини, у меня тут вот дела на работе за пар, и у меня будет. И сейчас я вот людям, когда рассказываю, у меня однажды было, знаете, как ситуация, когда ты знаешь, что что-то приближается, где-то там вдали летит, как это, плохая ситуация. Ты так начинаешь к ней готовиться, как-то переносить, все делать. Вот мы таким образом понимали, что у нас заканчивается пятый курс, у нас приближается, а у нас полгода выделили для преддипломной практики, да. То есть время написать диплом, материалы набрать, естественно, мы работаем на рекламе, нам некогда. Мы как-то там где-то вроде числимся геодезистами, но все время с утра до вечера работаем, строим команды, проводим встречи, мастер-классы в офисе. Но понимаем, что когда-то диплом придет. Помимо этого Оля записывается получать права. И в общем мы переносим все ситуации, и у нас на два месяца происходит вот такая картинка, представленная на слайде. Значит, май-июнь. Как-то мы все хотели это разнести, чтобы это было постепенно, но на эти два месяца нам выходит написание диплома, потому что мы его не писали полгода, нам было некогда, мы строили команду. А потом этот диплом надо защитить, собственно, окончить университет. Оля получает водительские права, у нее экзамен в ГАИ, как раз на следующий день после защиты диплома. Мне нужно поступить в магистратуру, и у нас свадьба. Причем со свадьбой вообще интересно. Мы давно понимали, что это наш следующий этап развития отношений, это нужно, но произошло это так. Так, май, наверное, четвертое число, мы просыпаемся, и Оля с утра говорит, слушай, а давай сегодня в офис приедем позже, пошли заявление в ЗАГС подадим. Женщина взяла все в свои руки. Я говорю, а давай. Мы идем подавать заявление, пока идем, обсуждаем, когда нам это удобно. Ну, естественно, мы же хотим летом, поскорее. Вот через два месяца надо нам свадьбу, и мы определяем, что нам подходит время 6 июля, 13 июля или 21. Причем идем с такой уверенностью, приходим туда, говорим, мы хотим подать заявление. В ЗАГС нас спрашивают, на какое число, и мы перечисляем эти три числа. Происходит такая ситуация. Женщина, которая там задумчиво смотрит так в цитратку, поднимает у нас глаза и говорит, вы нормальные. У нас на лето расписано еще с января ЗАГС, да, все эти процедуры. И вот мы говорим, нет, понимаете, нам надо или 6, или 13, или 21, посмотрите, пожалуйста. Она говорит, я, ребята, даже смотреть не буду, это точно нереально. Мы говорим, посмотрите. Она открывает и 6 июля у нас запись на 14 число. То есть кто-то отнимился на 4 часа вечера, и она записывает нас. Ну, то есть вот таким образом. В итоге вот эти все дела, их нельзя было сделать наполовину. Ну, нельзя наполовину пожениться. Нельзя наполовину получить в эти церкви провалили. Прямо ездить научился, а поворачивать пока в процессе, да, потом научусь. Окончить университет тоже нельзя наполовину. Все эти действия нужно было сделать на 100%. Плюс я еще поступал в магистратуру, ну, во-первых, потому что мне это интересная наука. Во-вторых, потому что иначе я бы поступил защищать Родину. Ну, то есть был выбор. Или заниматься тем, чем я занимался 5 лет в университете, мне нравилось. Или уйти, оставить бизнес, развитие своей команды, организации на год, что меня не устраивало. В общем, вот эти действия надо было делать на 100%, но у нас, понимаете, даже мысли не возникло, что Алифлей мы сейчас подвинем. День состоял так. Мы просыпаемся, мы собираемся, мы едем в офис, мы работаем до 5-6, а после этого момента мы все делаем. Подготовку к свадьбе мы организовали сами, всех нашли, всех заказали, хотя заказать, как говорят, невозможно за полгода нормальных людей, нормальный домаду, видеосъемку. Все мы нашли, потому что было желание. Причем находили это только после работы, потому что мы понимали, что самое важное – это работа в офисе. Но, естественно, на словах сейчас это все звучит весело, легко. Вы, думаю, можете представить, какой нервный стресс в каком графике, в каком режиме жили. Естественно, все это вылилось в то, что мы действительно очень устали. И после того, как вот эти все дела были сделаны, в какой-то момент мы просто сидели в офисе. Я говорю, Оля, сила, работать у меня нет. Мы полностью истощены, энергия у нас закончилась, у нас закончились абсолютно все силы. У нас было желание достигнуть результата, но мы приходили абсолютно опустошенные, потому что все это нас очень сильно опустошило. И мы решаем съездить отдохнуть. Отдохнули, как свадебное путешествие, мы едем в Крым. Этот период мы сейчас, уже спустя два года, называем «10 дней молчания». Что это такое? Это значит, что мы впервые в жизни, впервые, и больше такого ни разу не повторялось. Мы полностью оставили наш бизнес, и 10 дней мы даже слово «рефлейм», «организация», «встречи» мы не говорили. Мы, естественно, перед отъездом передали все данные своему спонсору, чтобы он проконтролировал ситуацию. И мы просто уезжаем на две недели в Крым, и 10 дней мы даже не говорим. Нам даже противно думать про работу, планы и что-то еще. 10 дней мы лежим на солнце, отдыхаем. Примерно это выглядело. Ну, вот пару фото, потому что вот эти фотографии мы уже делали за 5 минут до начала вебинара в спешке. Это мы на Ай-Петри, на высокой горе. Здесь я так деловой выделываюсь, на яхте катаемся. Вот, кстати, свадебный замочек мы потеряли на свадьбе, потом его нашли в машине, и прицепили свадебный замок на одной из самых высоких гор Крыма Ай-Петри. Он там вот наш висит. Оля и Алексей. Так вот очень интересно получилось. Мы даже рады, что не повесили его в своем городе, потому что место нам Крым очень понравилось. Решили вернуться туда еще. В общем, мы едем, и 10 дней мы ничего не говорим. 11-й день выглядел так. Мы, как обычно, поднялись, какие-то экскурсии, сходили, покушали в ресторан, лежим на пляже, и солнце, чайки, и я таким голосом расслабленный в поле. Слушай, а что там интересно с нашей организацией? И мы начинаем говорить. С каждым днем все больше и больше. 12-й, 13-й, 14-й день, день отъезда, мы не могли его уже дождаться, потому что мы горели, мы ждали, что же там получится, что. Нам скорее хотелось, чтобы у нас были новые планы. Как я говорил, мы очень много, последние 4 дня, 4 ночи, мы даже не спали. Мы сидели ночью на берегу моря, пили вино и общались. Что нам делать дальше, чтобы стать скорее директорами? Все это вылилось в какое-то понимание, в новое осознание себя, своих действий, как вот такая фото, просто вау. И вот с этим настроением мы приезжаем, открываем структуру, как закрылся там бизнес-каталог, и видим, что с 15% мы стали 9%-никами. Вот такое вот каус. Это наше состояние, когда мы отработали, сколько, 2,5-2? Полтора, полтора. Полтора года. Полтора года в Арифлей мы отработали на этот момент, мы выбрали для себя вариант работать только здесь. То есть это тоже был сложный момент, потому что нам надо было или по распределению идти, а мы специально всеми правдами и неправдами получили свободный диплом для Ольги. У нас очень семья, ну, не то чтобы совсем противостояла нам, но как бы никто не понял нас. Никто нас не поддержал. Мы закончили довольно престижную профессию, работы у вас полно, а вы хотите идти в Арифлейн. И мы говорим, смотрите, мы совмещали с учебой, и у нас были результаты. Сейчас мы так рванем, вы увидите, какие мы тут сейчас будем. И тут мы приезжаем с отдыха, это август, а мы 9%. Мы вернулись туда, где были год назад. Ну, был на самом деле очень такой страшный момент, потому что, когда ты складываешь все яйца в одну корзину, то вариантов у тебя уже никаких не остается. Нам нужно оплачивать квартиру, которую мы снимаем, нам нужно оплачивать офис, а доход у нас на двоих все, тех же 30 долларов. То есть представьте наше состояние, наше желание. Стипендий уже нету, я уже не работаю на капитале продавцом, но в магазине, да, где работал. И у нас есть только вот эти деньги. Тогда мы принимаем для себя решение, что мы в любом случае одни мы будем или с кем-то. Сколько еще людей от нас уйдет? 5, 10, 20 человек. Мы в любом случае сделаем наш результат. Очень большой результат. Мы приехали отдохнувши, и здесь я всегда говорю, что у первого принятия, когда мы на 15-ти собирались делать директора, решение мы не сделаем это сами, только с командой. Это правильное, конечно, решение, но здесь у этой медали есть две стороны. В какой-то момент мы полгода работали тем, что только надежда была на команду, на то, что вырастет партнер. Вот он вырастет, он сделает сейчас уровень, и я закрою звание директора. Вот сейчас еще чуть-чуть ему надо поработать, и мы сидели над ними, как петук, да, клевали их в затылок, давай назначай, давай работай. Мы за ними следили, такими надсмотрщиками, но вся наша надежда и результат была зациклена на том, что сделает команда. И когда мы на юге вот этот момент осознали со стороны, у нас была злость на самих себя очень большая, как мы некрасиво поступали со своей командой, что вот так вот заставляли, ради даже не их результата, а нашего, а сами как бы работали много, но был фокус на их, на то, чтобы вот только по ней сделай, а у меня уже тогда получится. Мы приехали очень злые на себя, на все, что у нас происходило, заряженная энергия, 9% нас не расстроило, нас разозлило в какой-то момент. Мы отнеслись к этому, ах так, это значит нам вызов, но мы сейчас покажем, и мы решили с командой или без команды, мы в любом случае сделаем результат. И результат не заставил себя ждать, мы за три каталога с 9% делаем 18%, да? Мы выходим на 18%, и это такой был для нас важный этап, потому что мы на нем наконец получили деньги. Денег достаточно, чтобы там на тот момент хотя бы покрыть самые необходимые нужды. И на этом уровне мы опять зависаем. Зависаем до того момента, пока у нас не приходит понимание, что нужно, что нужно сделать с людьми, как их нужно обучать, то есть вот такие вот моменты. На этом уровне приходит в бизнес моя мама, моя мамочка, которую я очень долго звал, с самого первого момента, когда я пришел. Я всегда говорил, мама, хватит тебе работать. А мама у меня, сама предприниматель, у нее было два магазина. Сейчас в связи с событиями, со всеми, которые происходят в Беларуси, магазинов нет, но мама у меня в команде, мама у меня растущий менеджер, который в ближайшее время сделает директора. Приходит мама, мы начинаем работать, мы начинаем делать результат и открываем свой офис. Вот в красивом здании, можно считать в самом, в таком месте, самом популярном у нас, вот как это выглядит, несколько картинок. Мы открываем офис, появляются новые люди, появляются новые результаты, и мы ставим для себя такой момент, понятие, что нужно делать директора. Нужно, наконец, выходить на 22%, пришло время, и очень вовремя объявляет летом компания-акцию на первую менеджерскую конференцию. Выставляет условия, как сейчас, помните, на 10-5 кьюжек за время периода, новый уровень, там, для всех, вот для нас это был 22%, и мы принимаем решение, что надо делать. Очень вовремя здесь происходит как раз общение с нашими вышестоящими спонсорами, Сергеем Батян, который нам говорит такую важную фразу, которую мы поняли уже чуть позже. Выйти на уровень, на самом деле, мало. Нужно выходить с таким настроем, чтобы его еще удержать. Ведь очень часто так бывает, что ты все силы, все сконцентрировал на то, чтобы этот уровень сделать. А вот чтобы потом чуть-чуть удержать его, сил вот этих не хватает. Было такое у кого-нибудь еще? Такое, счериндерский забег. Что-то делаем, а удержать потом не можем, падаем с уровнями. Мы, поставьте, может, плюс, кому кто-то такие же, как мы. Ну вот, мама пишет, да, здорово. Поэтому мы решили, несмотря ни на что, выйти на этот уровень и удержать его. Потому что это было, на кону были премии, на кону были поездки. На кону были премии суммарно, наверное, миллионов, сорок. Да, сорок миллионов мы получили. Сорок миллионов, плюс на кону была поездка в Египет. То есть мы либо получали все, закрыт все, либо мы не получали ничего. Конечно, мы хотели закрыть все, мы постарались. Мы сделали этот уровень, и следующим нашим этапом, это был этап побед, это было то время, когда мы немножко, наконец, почувствовали, какие в реплейме есть награды, какие есть премии, насколько другая жизнь может быть яркая, красивая, сколько всего можно. Мы стараемся всегда, что, ну вот сейчас, да, чем мы живем вообще. У нас вообще было, знаете, правило, которое, если, допустим, на 9% у нас было правило, мы постоянно обучались. То есть это то, что нужно, чтобы сделать 9%. Просто слушать спонсора, просто делать, что тебе говорят, не включая особо голову. И уровень сделается. Когда мы делали идти, когда мы делали 15%, 18%, у нас такое было правило. Это наш бизнес на 100%. Мы полностью 100% несем ответственность за наш результат. Ни спонсоры, ни президент, ни кризис, ни кризис, или кто-то еще не влияет на то, где мы сейчас находимся. То есть мы несли ответственность 100% за свой результат. Все проблемы, все какие-то трудности, все спорные ситуации, все непонятные, мы все сами брали на себя, мы никогда не напрягали этим спонсорам, чтобы, ну, не мешать, потому что, а значит, какое дело спонсору для того, что у меня там творится. Конечно, он поможет, подскажет, но у него есть свой бизнес, и мы не хотели никому мешать, мы брали за все ответственность, сами через свой страх связывались с компанией, с другими людьми, решали какие-то моменты. Ну, это, да, это верно. Был какой-то период, когда мы в Арифлее писали всем лидерам белорусским, до кого мы не достучали в социальных сетях, потому что она делает, как Россия. Подскажите, как вы работаете, как вы работаете, я помню, мы очень Викторию Липубович доставали, так прямо на стыр, наверное, говорили, читайте мой дневник на Арифоруме, там все есть, мы читали, там писали, мы, в принципе, эту стратегию не поменяли, мы до сих пор ко всем перестаем, ко всем лезем с вопросами, но сейчас у нас есть тоже свой опыт, мы с удовольствием всю информацию, абсолютно, как мы работаем, что делаем, всегда всем рассказываем, делимся, чтобы к нам это тоже возвращалось. И вот выход на директора, это такое третье правило, важное, это работа на 110%. Мы закрыли акцию на Египет, надо было 75 кьюшек, ну, то есть квалифицированных рекрутов, у нас было по команде 141. Это был один из четырех лучших результатов по всей Беларуси. И Ольга, она, ну, одна поехала на конференцию, у меня не получалось в тот момент, она участвовала на завтраке с компанией, это тогда было первый раз такое, ну, вот событие. Я помню, когда она мне пишет смс в 500А, они должны садиться в самолет, и она пишет смс-ку, Леша подошло, руководство компании, Ко мне подошла Томыч Вырова, ну, и сказала, что я буду на завтраке, мне придет какое-то письмо, для меня это был реальный шок. Так, вы говорите, у вас, ребята, у вас лучший результат, по Беларуси один из лучших, вы приглашены на завтрак с руководством компании. Это было, ну, что-то, что-то... Вот мы были на завтраке, фонка, да. Это было круто, потому что, ну, это всегда почетно, когда тебя выделяют, мне кажется, да, когда ты можешь представлять свою страну благодаря своим результатам. Это было круто. Потому что изначально у нас было правило 110%. Где-то мы ставили, мы считали, мы всегда по правилу, по такому живем. Если ты не знаешь своих цифр в бизнесе, значит, бизнеса у тебя нет. Мы всегда считаем статистику, какой из методов, как работает, сколько доходов, сколько средний заказ. Очень во многом нам помогает сама компания. То есть, очень много информации есть на сайте. Мы всегда этим всем пользуемся. Сколько спящих, сколько активных консультантов, база активных консультантов. Мы следим за этими показателями и выставляли, исходя из этого, план выхода на директорский результат. И директор мы делали не 7500, а 9 с лишним, 9400, наверное. Ну, первые консультанты дома открывались. Результаты такие у нас были. Мы работали всегда чуть-чуть больше, чем могли. То есть, ты уже уставший, все, уже голова не соображает, но ты берешь телефон и делаешь еще 2-3 звоночка, еще 2-3 разговора, 2-3 назначенные встречи, когда уже кажется, ну все, вечер, 8 вечера, уже все нормальные люди спят, все там дома поужинали, это будет некрасиво, навязчиво, ты все равно берешь, отбрасываешь все эти мысли, звонишь, ну и как бы, и потом из этих людей находишь своего партнера. То есть, выходила это так. Чем сейчас мы живем? Что мы сейчас делаем? А вот, кстати, еще не показали этот слайд. Оля, да, отдыхает на всю катушку в Египте, на первой менеджерской конференции. Чем мы сейчас вообще живем? Чем дышим? Вот какие у нас сейчас мысли? У нас сейчас новый этап, новое понимание. Вот такое вот у нас направление есть. Что это сейчас? Мы вкратце расскажем. Знаете, мы, выйдя на директора, поняли, что сделать директора и сделать золотого директора это не просто абсолютно разная работа, это как будто вообще в разных компаниях работаешь. То есть, нужно делать кардинально новые действия и для этих действий мы вдруг поняли, сделать директора, что наша команда, блин, почему-то активные, классные ребята, а повторить наш результат не могут. Почему? И мы поняли, что сами мы знаем, что делать. Сами мы знаем, куда идти. И нового человека мы можем запустить. Но он эти действия дублицировать, повторить в системе не может. И все это вывелось в то, что мы создали такую бизнес-систему, в которой сейчас активно работаем и через интернет, Regeneration. переводится как богатое поколение. Откуда вообще это такое название? Название придумали мы эту систему сами. Почему богатое поколение? Потому что считаем, что наше поколение реально богатое. Это то время, когда деньги есть везде, их нужно просто взять. Все могут быть богатыми. Любой человек может стать любым. Правильно? Чем мы сейчас богаты? У нас абсолютно все границы в мире открыты. Мы можем путешествовать где угодно. Мы можем открыть любую картинку в мире, посмотреть, где нам понравилось и поехать туда. Попасть можно везде. Мы богаты на информацию. Вот сейчас мы бесплатно сидим, обучаемся, делимся опытом, хотя раньше такое получить было очень сложно. Еще 10 лет назад о таком даже мечтать не приходилось. мы можем открыть интернет и найти все методы работы, мы можем найти всю интересующую нас информацию. Мы богаты на расстояние на страны, мы богаты на информацию, мы богаты на возможности. Ведь согласитесь, где-то наших родителей нельзя обвинить, что не у всех получилось стать успешными, потому что быть успешным 30 лет назад это значит быть спекулянтом, быть врагом, быть тем человеком, кого посадят в тюрьму, быть отрицательным героем в стране. А нашим бабушкам, дедушкам вообще было нельзя выбраться из серой массы, потому что все, кулак, раскулачили, в тюрьму, в ссылку, в Сибирь, а у нас есть эта возможность. Мы сейчас ребята, которые к нам приходят, студенты, мы говорим им, знаете, ребята, быть бедным студентом это уже не круто, быть богатым студентом круто, это уже клише старое, нельзя быть сейчас бедным, когда такие возможности. И вот это все вылилось у нас, все эти мысли, в готовую систему, пошаговую, которую мы сейчас даем нашим людям. У нас с появлением вот этих мыслей в голове мы создали полностью, ну как это, пошаговую систему, пошаговые действия в области обучения, личных продаж, приглашения, посещения мероприятий, полностью с графиками, что нужно делать людям, чтобы выйти на первые менеджерские результаты, 9-12%, чему ему нужно научиться. И люди начали проходить, мы так назвали эту систему статус-лист, статус-листы, где человек заполняет, чему он научился, что он послушал, что он сделал, все это, конечно, выдумывали не мы сами, мы брали опыт успешных лидеров, адаптировали под свою работу, и в этом нам помогли, мы развиваемся сейчас вместе с нашей командой, нашей командой, наши лидеры, у нас есть такой очень яркий растущий лидер Дмитрий Толстов, вот он нашел это, он нас буквально силой заставил, сказал, ребята, у нас нету системы повторения, чтобы человек понимал, придя, что ему нужно сделать, и чему ему надо научить остальных, мы говорим, Дима, ты просто открыл нам глаза, и мы начали это разрабатывать все вместе. Сейчас у нас есть система обучения, и вот эти действия начали приносить результаты. Для нас во многом было сложно пробовать и начать работать в интернете, но эту систему мы запустили, приглашение, обучение, и она сейчас дает такие результаты, о которых еще полгода мы не могли даже мечтать. Это рано говорить, но поделимся первыми нашими такими успехами. За последнюю две недели работы у нас по команде появилось партнеров больше, чем за весь год. Да. Круто? То есть работаем так, но знаете, все это сейчас все так звучит круто, классно, здорово, когда все это есть, но никогда не нужно забывать, что ни одна классная работающая система, ни одно там, нету волшебных таблеток каких-то, нету чего-то такого, что раз и открыла глаза на что-то. Все результаты это результаты ежедневных простых повторений действий, да, то есть мы просто делаем постоянно работу. У нас нету такого понимания, что мы проснулись с утра и мы поехали в офис. Мы всегда в офисе, каждый день и в первую очередь делается эта работа, а потом уже делается что-то остальное. В принципе, ну вот таким вот образом мы сейчас работаем, то, чем дышим, что у нас получается. Мы открыты всегда для новых идей. Что-то, конечно, страшно было нам применять, не знаю, там, вот, кстати, небольшой секрет, это буквально один из первых вебинаров мы сегодня у вас выступаем, поэтому даже волнуемся, как мы там сильно громко как-то слайды переключаем, все для нас немножко, это все новое, но мы двигаемся открыто, потому что Арифлейм сейчас бизнес в компании Арифлейм это реальная возможность, это реально крутая возможность стать успешным, воплотить свои мечты, достичь, ну вот, каких-то самых-самых своих желаний, мы все это делаем, ну вот, просто, просто с этим, с огоньком, с энергией, с такой, в принципе, наверное, на этом Давайте, может, пообщаемся, потому что время еще немножко позволяет, может, есть какие-то вопросы, на которые мы можем ответить, может, по системе работы, или, не знаю, может быть, что-то, что-то было непонятное, какой-то вопрос, в принципе, мы открыты для общения, нас всегда можно найти в социальных сетях, Ольга Ярица, Алексей Ярица, мы там, наверное, однофамильцев у нас не так много, легко нас найти, добавляйтесь в друзья, мы всех всегда добавляем, со всеми делимся информацией, сами у всех всегда все спрашиваем, идем с удовольствием на контакт, спасибо, энергия, ну, энергия, это то, что мы даем, то, что получаем в этом бизнесе. мы стараемся быть для всего открытыми, для всех возможностей, стараемся быть интересными для людей, делаем это все очень искренне, честно, много интересов, помимо и работы у нас есть, да, то есть, стараемся жить яркой жизнью, занимаемся спортом, правильно питаемся, так, ну, вот вопрос, да, какие... в основном, знаете, работаем сейчас и через теплый рынок, и через холодный, то есть, человек, который интересуется работой в интернете, мы говорим ему составить список своих друзей, знакомых, кого мы будем обзванивать, он будет в это время на связи, смотреть, обучаться, плюс, ну, такие стандартные приглашалки, кому интересно, можете нас добавить к друзьям, мы спросим шаблоны, как бы, работающие, которые дают результаты, мы спросим незнакомым людям, добавляемся в друзья, рассылаем, люди реагируют, подключаются. Конкретно уровень директора, если конкретно по методам работали, ну, интересно, уровень директора мы делали на «Подари подарок другу», мы приглашали людей, оффлайн, не приглашали. Оффлайн, да, мы делали его в офисе, приглашали людей за подарками и рассказывали, естественно, про бизнес. Просто люди лучше доходили на подарки. Как-то нам так больше. Да, партнеров тоже с этого много появлялось. Сейчас работаем 80% с уклоном на приглашение по бизнесу. Как работаем? Очень круто сработал сейчас у нас теплый рынок, это последнее нововведение, почему-то мы раньше не верили в этот метод. Реально просим, чтобы люди приводили людей за руку. Пока, наверное, ну, вот из последних встреч 15 только один отказ был. Все остальные ребята соглашаются работать, начинают, включаются, поэтому... веселее процесс двигается, когда вместе с друзьями совсем, то есть, идет работа. Приглашают на закрытую информацию, на проект. Вижу вопрос, не получается найти клиентов, дайте, пожалуйста, совет. В принципе, знаете, как мы сейчас с ребятами общаемся, первый клиент это вы сами, станьте сами потребителем своей продукции, не надо скупать продукцию, чтобы выполнить какие-то условия, потому что, ну, все мы здесь, особенно присутствующие, пришли в Эриклэн зарабатывать, правильно? Просто иногда новичок, у меня даже еще буквально вчера был случай, новичок говорит, я не буду работать, у меня не получится, потому что для меня сделать 150 бонусных баллов в каталог для получения зарплаты, это что-то нереальное. Я говорю, послушай, а чего ты еще собираешься получать зарплату, организации пока нет, давай отложим вот это немножко на потом, ты просто делай так, чтобы твой журнал никогда не лежал у тебя дома. Он постоянно должен быть у кого-то из друзей, из окружения, и мы таким образом, человек обычно выходил уже на первые уровни, у него уже без проблем набирается 150 баллов. Хотя лично сами мы работаем только через интернет. Мы, когда начинали работу, у нас 75 баллов мы набирали вдвоем с трудом, нам было это очень тяжело, потому что в окружении было студентом, у которых денег нет, что-то взяли родители, что-то взяли себе, но в основном возможности брать не было, поэтому было сложно. Но начали нарабатывать просто клиенты. Я сторонник теплого метода работы по клиентам, не холодного, потому что я считаю, что на этом просто можно очень много времени сэкономить, хотя к каждому свое, кому что ближе. Я работаю с теплым рынком, работаю в основном в интернете, скидываю людям распродажи, я всегда каждый каталог начинаю с того, что у меня всегда есть топ-продуктов, я составляю порядка 30-40 продуктов с ценами, и кидаю их просто людям в личку. Люди присылают свои заказы, ну, я не знаю, у меня 150 баллов вот с одной рассылки вот этой очень просто появляется. Звоню по телефону и делаю всегда акцент на какой-то один продукт. Один продукт, какой-то выбираю вот этот продукт. Вот это классная штука, потому что когда дашь людям журнал, они иногда не смотрят, потому что там денег нет, чего-то еще у них нет. Например, там вода какая-то крутая на акции, она дает 20 бонусных баллов, стоит 200 тысяч, да, выбираю какой-то такой оптимальный вариант, мужскую воду одну. И звоню, начинаю всем предлагать, говорю, что классная вода на акции, 100% понравится. Если не понравится, я тебя поменяю на что-нибудь еще, разберемся на месте. И люди вот реально 50% случаев заказывают, поэтому на самом деле 100 баллов можно собрать за 1 час, это не проблема. Самые большие заказы... Все это опытом. Знаете, клиенты, как и организация появляются со временем. Просто нужно не забывать удивлять на это акцент, то есть показывайте журнал, делитесь информацией. Мне удобнее, знаете, я вот по времени заняться, мне время продать 1 гель для душа и время продать туалетную воду одинаково, поэтому я в основном работаю с парфюмерией, с кремами и, конечно, продукцией Wellness. Вот, то есть с пальным продуктом его проще продвигать, а это наша гордость, это крутые продукты, потому что, ну, не знаю, я, конечно, парень, мне тяжело понять сильно там преимущество геля для душа Веррифлейма, геля для душа в магазине. Наверное, чем-то круче, но мне как-то тяжело человеку объяснить, а вот преимущество наших обалденных кремов, преимущество нашей парфюмерии, которую я сам с удовольствием пользуюсь только этими продукциями, особенно продукцией Wellness, об этом легко говорить, это продукты вне конкуренции, то есть, по крайней мере, в Беларуси с ними соревноваться никто не может, ни по ценовой категории, ни по, тем более, качеству. Мы работаем, с продажами легко, мы на них просто никогда акцента не делаем, мы общаемся с людьми в основном о бизнесе, кто отказывается, знаете, у новичков часто у нас появляются клиенты таким образом, приглашаем на встречу, человек говорит, категорически против регистрироваться куда-то, но покупать для себя хочу, ну и все, ладно, покупать через меня, я даже иногда отдаю все по себе стоимость, ну, чтобы на этом не заморачиваться, иногда человек, ну, делаю какой-то начинок, не делаю, то есть, знаете, как бы, продажи, это настолько не самая большая часть в нашем бизнесе, вообще заниматься, на мой взгляд, чисто продажами, без рекрутинга, это тупиковый путь развития в Reflame, потому что мы это пробовали, мы это делали, много денег в продажах чисто нет, да, это приятно, это классно, бонусы по премьер-клубу, получать янешно большие. Но если мы видим, что у человека занимает это 80% времени в Reflame, мы начинаем видеть колокола и обращать внимание его на эту ситуацию, к чему это приведет. Поэтому, у кого проблемы с личными, тот должен понять, что у него нет проблем с личными. Рекрутируйте. Да, рекрутируйте, забудьте, личные, они сами придут, просто станьте сами стопроцентным пользователем, любите эту продукцию, показывайте другим. В принципе, время заканчивается, мы хотим поблагодарить большое то, что нас пригласили, большое вам спасибо, Елена, Денис, мы с удовольствием поучаствовали, для нас это большой опыт, надеюсь, найдем много отсюда новых планов, какое следующее звание. В планах сначала было золото, теперь бриллианта хотим, все, уже аппетит разыгрался, так что будем работать, будем действовать. Ну, наверное, все, мы отключаемся. Если будут какие-то личные вопросы, добавляйтесь, будем общаться, дружить. Все, всем пока. Спасибо. Мы ушли. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok